Хотелось бы узнать ваше мнение о том, какова истинная цель и причина того, что Россия, Кремль замещает коллаборантов на оккупированных территориях российскими чиновниками. Там масса причин. В том числе, чтобы в свои привычные руки. Есть, на мой взгляд, мы сейчас отбросим все эти детали, второстепенные, тротестепенные, кого посылают, кого не посылают, кого куда послали. Мне кажется, что сейчас Путин имитирует бурную деятельность, имитация бурной деятельности. Он пытается убедить Запад, что он настолько уверовал в свою победу, что он уже по большому счету занимается пристраиванием захваченных земель. Вот я бы так сказал. И он, мне кажется, это делает осознанно и осмысленно публично для того, чтобы убедить самого себя, свое окружение, убедить украинцев, убедить Запад в том, что все уже произошло, ничего уже поменять нельзя. Российская армия захватила кучу земель и теперь Россия будет этим управлять. Я не думаю, что они в глубине души не понимают, что готовится контрнаступление украинских войск. Ну, если я не обладаю никакими источниками, стараюсь даже ничего там и не запоминать, если мне что говорят, и то понимаю, что в ближайшие, наверное, пару недель, я надеюсь, а то, может быть, еще меньше, может, и пару дней уже начнутся контрнаступательные операции в СССР. И таким образом, конечно, на этих территориях там будет уже не до вот этих трудоустройств чиновников. Там совсем будут другие проблемы. И вот мне кажется, что, но тем не менее, Путин пытается за всех сил спровоцировать вот этот мирный процесс, так называемый, мирные переговоры, чтобы объявить, что, ребят, мы уже тут все сделали, мы тут уже программу остановлений, приняли такую программу, мы уже туда деньги направляем, у нас там есть люди, все это территория наша, ну давайте торговаться. Вот мне кажется, все это делается ради торга, для того, чтобы убедить его в намерениях, сюда направляют уже российских чиновников, задействовать какие-то строчки в бюджете и прочее, прочее, прочее. Ну как вот можно сейчас берти о каком-то восстановлении захваченных, хотя бы там инфраструктурно захваченных землях, если мы четко с вами понимаем, что будет контрнаступление, которое там сметет все это, к сожалению. В другом невозможно воевать. Вот поэтому мне думается, что это умышленная имитация бурной деятельности, чтобы еще раз попытаться усадить всех за сто умирных переговоров на условиях Путина. Или, по крайней мере, на тех условиях, которые позволят Путину заявить внутри страны, что он победил весны. Субтитры создавал DimaTorzok